09.05.2024 Вызывали Гамцовского Итак, день такой очень напряженный И события 9 мая, ну фактически весь май уже перед этим были тяжелые месяцы и годы А сейчас просто кажется, ну невозможно больше, чтобы было событий такого Драматического какого-то, трагического уровня Оказывается, можно По сути, как хаос не имеет предела Особенно некрофильный, энтропийный хаос Он может увеличивать такое представление, эту интенсивность Огромнейший камнепад, сель, лавина Набирает обороты и нет ей конца и края Да, ужас без конца И конец с ужасом, такое выражение есть Так вот, смотрите, что происходит Важнейшее событие, ну Путин провел этот так называемый парад победы Да чисто, конечно, некрозное мероприятие, некрофильное На площади, Красной площади Москвы Там, где этот стоит Зигурат, Ульянова Бланка Где мумия лежит, вокруг могилы И они там все собираются И вот это вот тоже кровавые такие приводят Всякие структуры То есть люди, которые там собираются Люди, которые убивали других То есть такие вампиры, оборотни разные Да, и собираются вокруг уже убитых Там убитых куча лежит Вот они все вместе собираются И там вот во всем этом красном цвете Пентаграммы вот этого всего устраивают Вот такие пляски ритуальные Называют это типа парад победы Еще что-то, какой победы Если Советского Союза нет, какая победа То есть, ну, завершилась Вторая мировая война Да, была уничтожена фашистская Германия Во главе Шикельгрубером Гитлером Недоносок был абсолютный, да Тоже полностью некрофил Дальше что произошло Победил его второй некрофил Коммунистический некрофил Джугашвили Сталин Редчайший ублюдок Миллионов где-то 50 на тот свет отправил людей Загубил души сколько Лично участвовал Сам давал подписи дел Что в результате произошло 45-й год, да 91-й год Все, что этот Сталин, Ленин, коммунисты, чекисты, кагибисты делали Все распалось Ну, осталась там недобитая федерация российская Ну и все Все Население 140 миллионов Что заявляет этот Путин Который начал геноцид Вторую фазу Войны против Украины Славянской Православной Руси-Украины Против Киева Как матери городов русских Да Она ж никуда не делась Начал эту вторую фазу Геноцидно-террористического Агрессии Заявляет следующее Что это они делают Историческую миссию Там, ну, посмотрите Это Блевотина Его там Выступление на этом Параде Вот, кстати Там у них погода была Просто такая По сути зимняя Вот Оно так бы Как бы тоже символично Такого, говорит 45-го года не было И вот Теперь опубликают Квали его данные Данное высказывание 7-го числа После инаугурации Он встречался С этими своими Там всякими Так сказать Этими подельниками Да Этими операциями Те, кто были у него На этой операции И Он заявил следующее Что На этой встрече Это распространило В данном случае Его Это самое Пресс-служба Он заявил следующее Что Они будут Будут цели достигнуты В любом случае Операции Заявил Что У него Нет никаких Сомнений В том Что Россия Победит В этой Выступая 7-го мая На встрече С участниками Спецоперации Вот 9-го мая Кадры данного Мероприятия Распространила Пресс-служба Кремля Ну то есть Пескоп Распространил Что Никаких Сомнений У них Нету Что Эта Победа Все равно Произойдет Там Собрал Он Разных Так Сказать Людей Своих Этих И Он Перед Ними Вот Сделал Такое Заявление Более Того Он Заявил Что Ну как Это Будет Нет Нет Сомнения В победе Да Но он Это Заявлял И раньше Когда Начинал Только Вторжение Состоялось Что вообще Нет Сомнения За 2-3 Дня Киев Возьмет Помните Да То есть Каждый раз У него Не было Сомнений Не было Сомнений И сейчас Он тоже Опять заявил Что у него Нет Сомнений Вот В этом плане Мне там Пишут Что победа Будет Да Россия Непобедима Вообще Украины Не будет Руси И остальное Но есть Реальные Факты От которых Никуда Не уйдешь Что Идет Уничтожение Российской Федерации Как Живого Финансо-экономического Демографического Социального Организма Ну Очень просто Все Вот смотрите Это кто У нас тут Заявил Это заявил Фактически Как Кто Росстат 8 мая В первом квартале 24 года Число Родившихся В России Снизилось На 3,5% А смертность За этот же Период Наоборот Увеличилась На 4,4% И это Продолжается Уже С 20 Если сравнивать Для сравнения В первом квартале 23 года Снижение Рождаемости Было на 2,9% Сейчас на 3,5% В 22 на 4,9% То есть Это все время Идет уменьшение Несмотря на то Что они захватили Территорию Украины Херсонскую Часть Запорожских Областей Луганскую Донецкую Крым Все равно Идет Депопуляция Дальше Смотрите Что происходит Смертность В начале Этого Уже За квартал Увеличилась На 4,4% Умерло 479,9% Человек То есть Почти 480,000 А родилось У них Получается Сколько 300,000 То есть Получается Разница Между Родившимися И умершими Вот в первом квартале 24-го года Достигла 179,6 Тысячи 180,000 Более того Это на 20,8% Выше Результата Годом Ранее То есть Путин Он живет В какой-то Своей реальности Там видели Последние его Реконструировали Этот его Дворец В Геленджике Там просто Безумие Полное Там Эти картины Эти битвы Там И прочее Ну посмотрите Это же фонд Этого Навального Сделал Вот То есть Это человек Абсолютно Живущий В каком-то Ну он Триллионер Правильно То есть Он триллионер Реально там Западный Кто-то написал Что у него Что он страх Для Германии Для жителей Что у него Где-то 40 миллиардов Ну какие 40 миллиардов Это человек Который Ворочает Минимум Одним триллионом Долларов Поэтому Он Живет Совершенно В других Своих Реалиях Другой Системе Жизни Обитания Ему Вообще Он смотрит На граждан Российской Федерации Как на Каких-то Там Клопов Мышей Там Тараканов Они ему Безразличны Почему Смотрите Что произошло Сейчас были Тяжелейшие Наводнения В Федерации Да еще Продолжаются И Ор И Орск И этот Как там его Тюменская Область И Другие Области Ну и что там Ну и погибли Люди И сотни Тысяч Пострадали Остались Без крова Без собственности Ему это Путин Что туда поехал Нет Путин может Как бы Дал команду Чтобы туда Выделили Деньги Нет Ему Эти люди Вообще Для него Это как бы Просто Биологический Материал Ему уже Вообще Все неинтересно Ему Экономика Неинтересна Финансы Неинтересна Вот эти все Процессы Это для него Уже даже Не вторичные И третичные Вообще там Шестая Производная Для него Интересным У него Повышается Градус Ну это Маньяк Да У него Маньячные Все черты У него Поднимается Градус Необходимых Раздражителей Психических Для получения Наслаждения Он получает Наслаждение Только когда Он видит Массовые Убийства Уничтожение Созданного Им Образа Противника Все Украина Для него Это уже Тоже не Противник Украина Это препятствие Которое Не дает ему Возможности Помеха Не дает ему Возможности Напасть На главных Противников На Соединенные Штаты Америки Но особенно На Туманное Альбио На Англию Срединное Королевство Он аж просто Аж видно Что его Аж трусит Так он хочет На них Напасть А те Тоже Вынуждены Раскрывать Свои Замыслы Что они Тоже Всегда Эту Россию Московию Федерацию Советский Союз Ненавидели И хотели Его уничтожить И поэтому Они Тоже В этом Заинтересованы Они Аж прямо Друг на Дружку Как гавкают Два Таких Каких-то Таких Создания И Естественно Что тут Украина Ну просто Зеленский Создает им Просто Помеху Для того Чтоб они Между собой Наконец Как-то Взяли И Напали Друг на Друга Что можно В этой связи Еще сказать Естественно У Путина Украина Создает ему Тяжелые Проблемы Уничтожая И людей И его Вооруженные силы И технику И главное Что он тратит Огромные Безумные Деньги На то Чтобы воевать Против Украины Это первое Второе У него Про демографию Я вам сказал Идет Просто Идет Умирание Уничтожение Этого Населения Особенно Славянского Но это еще Ну и Финоугорского Тоже И других Групп там Кроме Кавказа Там Или Этого Тюркского Всего Элемента Вот Исламского Ну в Москве 4 миллиона Где-то Наверное Уже 5 миллионов Исламистов Мусульман Там Уже никакой там Православной Москвы Иславянской Уже нет Скоро будет просто Так же Как Клондонабата Это будет Удивительно Что Ну Собянин Тоже Он похож Кстати Он и оттуда Приехал Собственно Может он Для Мусульманы Строит Этот Город Будет Как он Москобат Будет Да Москобат Скорее всего То есть Мы видим С вами Полную Деградацию Вообще Всего Пространства Российской Федерации Вместе С Путиным Ну по-любому У него Жизненно Горизонт Сокращается Это Объективная Реальность Ее же С ней Ничего сделать Нельзя Будут Мне там Вы комментировать Не будете Но это Как бы Вот так Как уже Есть И Господа Ж не Обманешь Но Что тут Важно Для нас Вот это Его Он же Заявил В этой Речи Инаугурационной На встрече С этими Участниками Геноцидной Войны В Украине Там Какую-то Морскую Бригаду Пехоты Они ее Преобразуют В дивизию Сейчас Чтобы там Штаты Выделить Шойгу Решали этот вопрос Тут важный момент Какой Для повышения Вот этого Вот Выделения Ему Этих Веществ Как там Наслаждение Наслаждение С Украины С Украины Все Его видим Организация Которая Его Приняла Это решение Нанесение Вот этого Удара Путин Естественно И Медведев Про это Писал Все Ну и Захарова И Лавров И все Все Они уже Говорят О том Что надо Нанести Этот удар И Собственно Сейчас Они Опять Путин Предупредил Запад И особенно Лондон Что он Это сделает Как известно Украина Вот Сегодня у нас Девятая Нанесла удары В ночь на Девятая По нефтеперерабатывающим Объектам Краснодарском Крае Завод поразили В Башкирстане Даже То есть Очень такие Два объекта Возле Туапсе Лукоилы И там Еще чей-то То есть Для Путина Это конечно Очень Такие Неприятные Действия И Почему Потому что Это же Все экономика Поражение Луганской Базы Нефтехранилища То есть Это означает Что нет Возможности Ну во-первых Внутри страны Нет Бензина дешевого Дизеля и прочего Но тем более Нет Горючесмазочных Материалов Для ведения Боевых действий И это Естественно Путина Выводит Из себя Потому что Нарушает Все его Планы Ну Против Украины Войны Этой Дальше Что будет Происходить Он должен Он понимает Он заявил Что все равно Типа победа Будет За ними Ему Надо Усилить Скоротечность Победы Это То есть Что ему Надо Чтобы Украина Быстрее пошла На капитуляцию Как он Видит Что Зеленский Не хочет Эти Ни на Ни на Какие Переговоры Ни на Прекращение Огня Замораживание И прочее Значит Ему Нужна Капитуляция Капитуляцию Можно Получить Каким Способом Только Устрашающими Ударами Тактического Ядерного Душа Понимаете Или нет Поэтому Я думаю Что Вот Сегодняшние Удары По его Нефтеперерабатывающим Заводам Нефтебазы Плюс Вот эта Плохая Финансо-экономическая Ситуация Плюс Демография Ухудшающаяся Плюс Огромный Объем Всяких Провалов Везде И Наводнений И там Это Этот самый Как он горит Буряты Горят Там Очень серьезно Улан-Удэ Там Тяжелейшие Пожары Идут Разрастаются То есть Алтай Этот горит Сейчас Загорятся Опять Дальний Восток Видно Хабар Загореть Начнет То есть Порты Горят То есть Ему Надо Быстрее Он уже Не может У него Нет Большого Жизненного Горизонта Войны С Украиной Значит Что он Должен Нанести Тактический Ядерный Удар И Не зря Лукашенко Говорил Что они До трех Ночи Сидели И с Путиным Обсуждали Разные Вопросы Вот эту Ночь С восьмого На девятая До трех Ночи Поэтому Чтоб Чтоб Сама Воевала Зеленский Хочет Режим Всех Вместе И Порошенко И Зеленский И Тимошенко Они все Хотят Воевать Мужчинами Украины Народом Украины С федерацией Ну вот Путин им сейчас Так сказать Покажет И Вот Применение Наук Территорию Украины Я вам называл Какие будут Объекты Поражаться Я думаю Они их уже Высчитали Это им Штучный интеллект Это машина И Они будут Я думаю Он в мае Должен эти удары Нанести Ну вот Тогда-то все И Будет Будет Очень плохая Ситуация К сожалению Власть этого Не понимает А то Что Путин Уже вошел В эту фазу Вот такого Какого-то Мессианского Безумия Как Гитлер Как Сталин Как Этот самый Пол Пот Как Мао Цзэдун Это все Святой Оперы Это все Одно и то же Это все Одно и то же Как этот Ну любого Возьмите диктатора Любого Они все Муссолини в свое время Был в этом состоянии Они уже Становятся Невменяемыми Ну вот давайте Вот такое Я вам бы высказал Сейчас В связи с этими Ритуалами Некрофильными Некрозными В Москве То что происходили И заявления Главного Вот этого Так сказать Которые Это смертная Варева Варит Путина Что может Произойти В ближайшее время Веселим Соскин На моем канале Смотрите Смотрите Думайте Чтобы Как говорится Как это Упрежден Значит спасен Для всех Соскин 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 Соскин